Всем привет, с вами Водя, и это топ 10 задолбавших тиктокеров от Телл Блокнет. Интересно посмотреть, вот-вот правда интересно посмотреть, кто здесь представлен будет, но это интересно. И также не забываем, не забываем то, что у меня есть второй ютуб канал, на котором, как бы, Бравл Старс, Фолл Гайз второй сезон выходил. Сегодня Монгас выйдет две штуки, две штуки, и GTA 5 RP сегодня выйдет, вы посмотрите, потому что там ржака, я серьезно, погнали. Тикток с каждым днем... Первая ссылка в описании на наш второй ютуб канал, и стрим будет сегодня 19.00 на втором канале. Проникает в медиапространство, составляя серьезную конкуренцию другим социальным площадкам, включая ютуб. В то же время тикток хейтит не просто так, ведь там порой встречается настолько дикий зашквар, который автором вместе с новыми фанами приносит армию хейтеров. Хотя... Так, погодите, я надеюсь, там меня не будет, потому что я в тиктоке реакции как бы делаю. Не, я думаю, меня там не будет. У меня правильнее будет сказать, что в погоне... Я так быстро, я быстро прям промотаю там же, я пойму, если там буду я, а на других я даже и не смотрю. Главное, чтобы я на первом месте не был, все, нормально. Тиктокеры новой формации зарабатывают в основном черный пиар. Так, кто же среди прочих получил... Я сразу скажу, что я не увидел кто там, я только увидел разноцветные волосы у людей, и все. Максимально негативное отношение публики. Добро пожаловать на Телл Блог.нет, и сегодня мы представляем топ-10 задолбавших тиктокеров. Ну давай. Десятое место. Декстер. Этот смазливый паренек любит выиграть на камеру, вкладывая в каждый свой видос огромную порцию эмоций. Папин Порщ! Порщ Каэн! Курпа-С! Папа-Мэ! Он привык... ...потворясь трэшовое телодвижение и подстраивает мимику под аккомпанемент треков своих коллег по цеху. Аккуратно. Такого можно словить зики фейспалмы. Папите дием. Пр wolltу дием. Не искал тебя вечность. Папите дием. Ак с своим не. Ну он просто иронизирует, мне кажется. Он... Ну это видно только, что было. Настhetto investor. У него особое отношение. У меня есть очень много хейтеров, и очень часто у них горят пуканы. Мне всегда сложно представить, как это на самом деле происходит. Так вот, на самом деле это происходит именно так. Выражение лицатик. Вот если бы он не крикнул, вот это вот, тогда бы я не почувствовал фейспалма. А сейчас, да, вот тут... Токер атаки говорит. Кринжовато было, когда он крикнул. Вот надо было просто промолчать. Мне кажется, ну, как говорится, промолчишь, правильнее сделаешь. Рид. Я вас уничтожу. Пока что это не выходит за рамки простого дурачества ради развлекушек, и слава богу. Но выглядит максимально тупо. Фу, мерс. А я тут думал, у тебя папин порш. Ох, ушка. Папин порш, папин порш. Девятое место. Ну, не так жестко, конечно, нормально. Поршип. Это ярчайший пример золотой молодежи. И, имея в запасе кучу родительских бабок, пацан спокойно развивался в блогерской сфере. Примерно в одно время Егорка начал покорять Ютуб, снимая ролики про богатых школьников. И непосредственно ТикТок, где любит играть крутого бэтбоя. Там же он и продвигал свои треки. Копируя манеру поведения своего тезки Крида, парень подтянул новых поклонников. А с ними и отряд хейтеров, которым не пришлась по душе очередная подделка. Эта девочка с картинки, мне так нравится, волосы и резинки. Эта девочка с картинки, мне так нравится. Чё, как бы, чё мне сказать? Я не знаю, я хорошо к Егору Шипу отношусь. Пацан в такие года, даже если ему и помогли деньгами, то пацан хотя бы знает, что ему теперь нужно. Ну, то есть он не глупый. Просто родители вложились в него для того, чтобы у него было будущее. А дальше он сам пошёл. Ему же родители не помогают теперь. Каждый человек, когда уходит из гнёздышка родителей, всё равно какую-то поддержку они оказывают своему ребёнку. Здесь они помогли ему. Дальше он сам пошёл, и по-любому он сейчас сам родителей обеспечивает в какой-то степени. Примечательно, что Шип не любит, когда его называют тиктокером. Я не тиктокер, заебаль, мне чуть меньше двадцати. Петух закукарекал за место Авроры. Неужели он перерос площадку? Хотя с таким контентом это утверждение звучит сомнительно. Ну, у него хорошая сейчас песня. Да. Какая красота, ай. Спасибо. Вот чё спасибо, я про себя вообще тебе перечёску новой поставил, ай. Либо пацан просто хочет абстрагироваться от блогерского статуса, но при этом по-прежнему дёргаться под музон. Ммм, неплохой ход. Восьмое место. Андрей Нойлс. Не, ну ты только глянь на эту милашку. Как такой ангелочек может вызывать к себе хоть каплю ненависти? Но из-за странной концепции своих роликов пацан стал мем-персонажем. Да поняли мы, что ты застал её, в чём мать родила и уже готов расчехлить свой прибор. Чему столько пафоса? В общем, многие пацаны специфично отнеслись к подобного рода контенту. Да и главная фишка его роликов, где ломается четвёртая стена, и блогер делает зрителей частью сценки, будто бы взаимодействуя с ними, немного надоело. Файв, а меня покатаешь? Легко. Держись. Иногда... Это очень ванильно. Ооо. У него это, это, это чересчур ванильно. Это прям вообще... Это выглядит довольно кренжово. Тупо... Ну нет, я бы не сказал, что это кренжово. Это ванильно. Это слишком... Мило. Вот, да. Я вот это слово хотел сказать. Это очень мило. И это перебор в мил... Ну это перебор, конечно, перебор. Я думаю, вы со мной согласны. Моё зрение... Ванильно, вот, именно ванильно. Нет, мило есть мило, а ванильно есть ванильно. Здесь слишком поймальщик. Ваниль... Короче... Нет, после просмотра парочки его тиктоков. Ес! Минус три! Уху! Но это еще цветочки. Седьмое место. Мимимишка. Никита, как и прошлые ребята, слепая на с того же тесто завышенного ЧСВ. Поэтому любят строить из себя хрен пойми кого. О, это у вас серьезно или так? Бля, туда гниловка, споря. Это наше, типа, дело, поэтому давай. Это пропустим. Забавно слышать о том, кто для него является идолом и к чему он стремится. А какой твой апогей популярности, который ты представляешь? М*****, Ивангай. Реально ты хочешь быть как Ивангай? Я хочу быть как Джессин Гупер. Губа не дура, но если посмотреть блогерские работы Мимимишки, то очень быстро можно оценить перспективы таких стремлений. Тем не менее, он быстро выстрелил, но отхватил кучу хейта. Никита, не пренебрегал рекламой всякой дичь и клепал постановы, а потом еще на что-то обижался. Но их часто обвиняют в постановках. Реально так или это тренд очередной, типа, постановы снимать? Ну, естественно, это тренд. А мотивация? Как, зачем вообще? Это хайп, ребята. Сказал, как отрезал, даже добавить нечего. Шестое. Ну да. Вместо Ольга Бузова. Ладно, еще музыка, которая шедевральна во всех отношениях. Но зачем? Ей сдался ТикТок. Достаточно просто залипательно пританцовывать под заедающий мотив. Главное, чтобы это не выглядело настолько дурацки, что аж глаза выцарапать можно. Ольга Бузова интерхал. Я не виновата, что танцит ребята, что танцит ребята. Либо вовсе клешить. Нет, ну Ольга Бузова молодец на самом деле. Каково ж было мое удивление, когда я узнал, что Оля засветилась в кругу приглашенных в тиктокерский Дрим Хаус. Хату, где тусуется сборище нереально крутых тиктокеров. Оля, вроде в Ютубе или где-то. Так я основатель Ютуба. В фильме снималась ты? Да, я же главный актриса всех фильмов. И кажется, я догадываюсь откуда. В ней такая страсть к тиктоку. Ну, ей, понятное дело, нужен хайп тоже. Она понимает то, что Дрим Тим Хаус на тот момент был, ну, везде на слуху, на хайпе. Там везде они появлялись и так далее. Ей нужно было как-то кусочек вот этот вот от Дрим Тим Хаус тоже откусить, чтобы как бы она тоже там якобы засветилась и просмотры, и хайп были. Пятое место. Дава. Два сапога пара. Парень Бузовый почти во всем соответствует своей возлюбленной. Да, треки Давида, они самые явные претенденты на награды. Но от них хотя бы... Глаза болят. Кровь из ушей не идет. Намного хуже смотрятся его вайны, которые Манукян заливает в тикток. И, скажу я вам, там он снимает такую хуйню, которая даже в лайки не снилась. Куча дегродского и несмешного контента буквально вываливается вам на голову, словно из помойного ведра. Если говорить на чистоту, выглядит реально убого. И про свою 12-миллионную инсту Давид тоже не забывает. И отличие от тиктока, прямо говоря, ниши. 12 миллионов у него в инстаграме. Рыбка много. А что забыл? Ну и что? А то, что я люблю свою семью. Как они там оказались, блядь? Как, почему ты позвал в ресторан эскортницу и свою семью? Вот такие гениальные сюжеты. Да, вы носите... Трувель была эскортницей. Оскар. Четвёртое место. Володя XXL. Пацан языком молотит без раздумий. Всей аудиторией своей на протяжении года говорил, что я негативно отношусь геем и ЛГБТ. Пришла новая аудитория, около 100 тысяч. Я тоже похайпил на треке. И я решил людям сказать своё мнение ещё раз. Да, это тот самый тип, который заливал, что... Просто всех бы расстрелял бы вот так вот этих вот вонючих людей. Я не понимаю, зачем мне вообще живут. В тиктоке Вовка снимает типичный проходняк, которого там и так навалом. Но, видимо, внешка и харизма решают, ведь приток популярности был внушающим. Да таким, что пацан, пользуясь положением, начал пилить собственные треки. Ходят за мной, они ходят толпой, они знают, я богаче того. Того, Эль Пачо. Честно говоря, я бы не поверил, что это Володя сделал. Я помню, я это слушал в чарте, но мне очень не понравилось. Ну, однозначно припев ни о чём. Эль Пачо. После интервью у Петрова его жизнь сильно изменилась. Хорошо, хоть Вовщик не засал извиниться за необдуманные слова представителям меньшинств. В инстаграме появился месседж, главная мысль которого – прощение. Неважно, какая у человека ориентация, религия, национальность и убеждение, он прежде всего человек. Вроде потом всё было норм, но нет, блин, надо было наступить на грабли, оскорблений во второй раз. Супермодель Ирина Шейк подала в суд на дерзкого тиктокера из России – Володю XXL. Ей не понравились строчки его нового бенгера. Я делаю милл-шейк на лицо, Ирина Шейк, пока ты готовишь смузи, я доделаю милл-шейк. Я не понимаю, Вов, вы прикиньте, да, как новости, новости, новости накалывают всех. Вы поняли, да? Ирина Шейк подала в суд на Володю. А всё, я видел в тренде вот эту хиромантию, где Володя якобы сказал, что... Чё он там сказал? Ирина Шейк на меня в суд подала. Потом она сказала, что вроде она в суд никуда не подавала, он вам всё, ну, лапшу на уши вешает. А вот это вот, как это, телеканалы это подхватили и на чём-то хайп делают на том. Ммм, заявочка на новую часть комедийного сериала? Ммм, да, оказалось, что это была тупо постанова от Володьки. Ну, я и говорю. Ну и вскоре он заменил в своём треке ту злополучную фразочку. Делаю милл-шейк для самой Ирины Шейк. Третье место. Делаю милл-шейк для самой Ирины Шейк. Даня Милохин. Делаю милл-шейк для самой Ирины Шейк. Ну, это круче, да. Дед Домовсон. С чём было, конечно, это лучше. Вновлённый в 13 лет, который уже в 18, покорил интернет и сделал себе имя. Свёжий повар, я задал тренд. Если ты не понял, это мой контент, это мой контент. Однако, если проходиться конкретно по его блогерской натуре, то тут не всё так прикольно. Как и подобает канонам ТикТока, чем дебильнее ты смотришься в кадре и чем тупее юмор, тем больших почестей удостоишься. Ну, вот эти вот челленджи, макания друг друга, это типа, давайте на миллион подписчиков все по лимону съедим. С недавних пор Даня завалился и в шоу-бизнес. Сначала сольные треки, изготовленные специально для рекомендаций в ТикТоке, а потом уже фиты с известными личностями, интервью, приглашения в различное шоу. Не жизнь, а сказка прям. Потрясающе, великолепный, а совершеннолетний? Да. Совершеннолетний Даня Милохин. Однако, чтобы Милохин не сделал, зачастую, это вызывает бурю противоречивых эмоций и без хейта просто никуда. Вообще-то очень неплохо. Ну типа, эта песня прям, мне понравилась. Вы идите, посмотрите реакцию на эту песню. Очень неплохая. Да, чего только стоит работа с Басковым. Поддержку Курска, Лукаш. Который в последнее время шкварится просто по полной. Ну, деньги нужны, ребятам, видите? Продажные. Второе место. Ладно бы рекламу еще какую-нибудь сделали, да? Обычную, вот как там Теллблок или А4 делать нормальную рекламу. Но вот чтобы вот так вот, вот за деньги, ладно. Не будем уходить. Вроде Челик и живет на другом континенте, но подзаколебал так, что мама не говорит. А кто это такой, Пейтон? В комментариях на всех площадках только и видишь, как его знатно поливают, причем делают это при любой возможности. Пацан изрядно самовлюбленный. А в показушничестве даже с Моргеном может посостясаться. Контент блогера чем-то... Это парень, да? ...ярким не выделяется и тем более не цепляет. А, да, это парень. Обычное кривляние на камеру, чувак корчит из себя плейбоя, по которому сохнут все девочки-подростки. Интеллектуальная наполн... Это было очень кринжово, кстати. Прям, прям... Волнение явно отсутствует. Все те же танцы до пляски под популярный музон. Для большинства пацанов Пейтон типичный клоун. Осуждать с никого не берусь, но отрицать то, что пацан утопать в хейте, очень глупо. Но даже Пейтон, похоже, немного отошел в тень, ведь появилась она. Первое место. Я знаю, про кого он скажет. Девчонка, которая ничего не делает на камеру и собрала так... Оля, тыква. Подсела на наши нервы... А, нет, я думал про другую девчонку, которая, вот помните, собрала 20 миллионов, что ли, подписчиков или 40 миллионов. Она просто такая, антезабис, антезабис, паунс. И вот так вот дупа в тиктоке делает. И так каждый ее ролик был, а так она стала популярной. Знатно. Девочки всего 14, а они уже тричетвесенные. Привет, я посяду. Спасибо. Если ты каким-то чудом впервые слышишь о тыкве, то вкратце расскажу. Это мадам с радужными лохмотьями на голове, яркая феминистка, топящая также за права членов ЛГБТ-сообщества. Поддерживаю ли я ЛГБТ? Да. Словечками она раскидывает смело. Ты посмотри, на каких щах Оля пытается объяснить нам, недалеким пользователям, как устроена сексуальная ориентация и гендерная идентичность у разных людей. Нет, постой, это не так работает немножко. Тебе объяснить? А ну, пошла нахуй. Что ж, желаю автору побыстрее закончить восьмой класс. Народ в интернете быстро подхватил ее фразочки и сделал из Оли настоящую мем-звезду. Да и на ютубе сколько рафляных нарезок с ней повыходило. Хочу лезть свою подругу. Тебе послал? Или нет? По-моему, не послал. Оли на юморные видяшки в тиктоке на фоне ее образа выглядит слегка кринжово. Безбиянка? Ну не переживай, я исправлю. Кажется, ты глупый, но не переживай. Я надеюсь, тебя тоже кто-то исправит. Да, тыква оставила неудел самого Пейтона, у которого куча хейтеров в каждом уголке мира. Заместить такой срач вокруг своей персоны это надо уметь. А ты согласен с расположением мест в топе? Или для тебя существуют представители тиктока, которые задолбали тебя еще сильнее? Короче, я не знаю, но я буду читать ваши комментарии и ваше мнение. Вы напишите ваше мнение, мне нужно почитать. Вы сами видите, я здесь как бы на нейтральной стороне. Вот. Второй канал в описании, первая ссылочка. Вы подписывайтесь и включайте уведомления. Там уже вышло два новых ролика, я серьезно. С вами был Бодя. Спасибо огромное вам за просмотр и всем пока.